Привет, красотка! Сегодня есть мое видео, в котором расскажу о девайсах и анти-девайсах для малышей до года. Это видео сделано на основе нашего опыта с двумя уже детьми. И пусть в мире сейчас всего два с половиной месяца, но я уже понимаю на перспективу, я понимаю, что ей может пригодиться. У нас есть еще один подросший ребенок, которому уже четыре с половиной года, практически четыре с половиной. Это не рекомендации к покупкам, это не рекомендации, что вот всем такое надо. Абсолютно нет, тем более, что вы сейчас поймете, что ситуации бывают разные, кому-то вообще, например, такое не нужно, потому что у них изначально другой подход на воспитание, например, детей. Погнали! Первое, это приставная кроватка. Как по мне, на ГВ это вообще незаменимая вещь, хотя, может быть, и на смесях это тоже незаменимая вещь, но для меня это незаменимая вещь просто потому, что я бы никогда не смогла спать с ребенком в другой комнате, который находится в другой комнате, если он совсем малыш, вот он владенец. Мне бы постоянно было тревожно, все ли с ним в порядке. Я что с Евой спала вместе? Ну как, у нас была приставная кровать, и я туда ее могла переложить. Что сейчас с мирой? И вот это как раз приставная кровать и выполняет роль бортика, да, с одной стороны как минимум, и такого вот спального разделения. Мы с Денисом на самом деле поддались этой маркетинговой штуке, типа кроватка вот эта вот кругленькая, модная, раньше была, не знаю, сейчас вот такие вообще популярные или нет, но мы заказали, благо, эту кроватку, которая там 8 в 1, условно говоря, то есть она была круглая на первые там полгода, когда ребеночек совсем маленький, и потом она расширяется, становится большой, и у нее убирается стенка. Так вот, эта круглая у нас постояла ровно 2 дня, я поняла с первого же дня, с Евой, я поняла, что я не могу так, мне нужно вставать 5-6 раз за ночь, а то и больше, и каждый раз просыпаться, и потом снова засыпать, а ребенка переложишь, он еще проснется, короче, это не моя история, поэтому формат кроватки, которая просто отдельно стоит, я тоже не рассматривала, только чтобы это было наше общее как бы спальное место, поэтому от той кроватки мы использовали только формат, когда она уже расширилась, и можно было убрать один бортик полностью. Второй девайс, о котором я хочу вам рассказать, и мы его открыли для себя именно с мирой, это кокон для новорожденных. Не знаю почему, но в то время, когда Ева была новорожденной, как-то в наше инфополе не попадал кокон, я даже не знала, что такое существует. Кокон это такое ортопедически безопасное пространство, локация, лежанка для ребеночка, суть его в том, что ребенок занимает там максимально эргономичное положение спинки, то есть он как будто заново в утробе мамы находится, у него такое положение, где ножки немножко поджаты наверх, то есть он не просто на ровной поверхности лежит, и в таком положении ему намного проще и эффективнее выпустить газики, чувствовать себя в целом в безопасности, в какой-то такой более компактной позе. Для нас кокон сыграл еще роль отдельного пространства у ребенка, то есть что появилась вот такая переносная лежанка, которую ты можешь в целом взять с собой там и на кухню, и куда-то переложить тут же там в спальню, то есть ввести за собой. Сейчас мы уже так не делаем, потому что у нас на кухне появился следующий девайс, о котором я вам расскажу, и этот девайс взял на себя роль кокона, да, конкретно на кухне, но для чего еще кокон очень эффективно оказалось использовать? Для того, чтобы, например, уложить малыша спать. Вот представим ситуацию, я покормила миру, но на груди она не уснула, но она уже хочет спать, и это чувствуется, и вместо того, чтобы ты постоянно носил на руках, хотя мы и тоже постоянно носим на руках, но если у тебя уже реально отваливается спина, тебе тяжело, мы клали малыша в кокон, и кокон ставили на фитбол. Это тоже один из следующих девайсов, которые нам обязательно пригодились и которые мы точно рекомендуем. Это такой мяч большой, довольно-таки, ну, в идеале большой, чтобы комфортно было сидеть взрослому. И мы ставили кокон прямо на мяч и давали небольшую качку. И мне нравится, что ты фитболом можешь регулировать уровень вот этой качки, потому что, понятное дело, что до трех месяцев избаловать качкой мы не можем. То есть ребенку витально необходимо движение, это тот самый четвертый триместр, период донашивания, когда все помогает, что малыш чувствовал внутриутробно, чтобы успокоиться. То есть движение, потому что мама тоже постоянно двигалась, и он в своей воде, в животе бултыхался все время, все время было какое-то движение, а здесь вот он оказался такой, оп, сила протяжения, оп, ничего не сдавливает. От этого они пугаются, когда остаются на спине лежа. В первые три месяца это явно прям по ним видно. У всех малышей, конечно, по-разному, смотря у кого какая-то нервная система, но есть малыши очень чувствительные, которые без пеленки прям некомфортно себя чувствуют первые три месяца, потому что как раз-таки им нужна вот эта плотность, ощущение как бы стягивания, компактности, как и было в матке. Это к чему говорила, к тому, что вот эта качка, я не боюсь приучить к этому, потому что первые три месяца вот это приучить не работает. Потом со временем этот рефлекс мягко уходит, и им не нужно вот это движение, чтобы успокоиться, чтобы уснуть. И мне нравится, что качая вот так вот мягко на фитбоне, мы сами регулируем интенсивность этой качки. То есть, например, если малышка уже прям погружается в сон, мы не будем качать так же амплитудно, как в самом начале, и мы начинаем все более плавно, плавно, плавно до тех пор, пока вообще она не уснет, и мы останавливаемся, еще немножечко подождем, пока в сон уйдет более глубоко, и потом кокон перекладываем на кровать. И вот в этом и есть плюс, что ты перекладываешь не с рук на кровать, да, когда малыш уснул, и он может заново проснуться, и это просто нескончаемый круг. А здесь ты укладываешь его уже в коконе, то есть не меняется его положение, и от этого он не просыпается. Короче, для нас это вот прям комбо кокон и фитбол, но, конечно, надо все время придерживать малыша, все время быть в контакте с ним, то есть нельзя просто вот так вот оставить, а кокон такой болтается на мече. Более того, я еще свою руку кладу в мире на животик и создаю таким образом грелку. Здесь же не могу не сказать про белый шум, раз я уже заговорила про период донашивания, про четвертый триместр. Белый шум – это тот же самый шум в матке, который малыш все время чувствовал, слышал. В матке было очень громко, поэтому ставят деткам белый шум или какой-то там шум ливня, дождя и так далее, потому что это напоминает малышу то, что он слышал в матке, то есть вот сердцебиение он слышал очень громко, как кровь течет у мамы внутри. И вот что мы придумали? У нас есть телефон старый Дениса, который он уже не использует, и мы туда скачали 10-часовой белый шум на Ютьюбе. Получается, отключили сим-карту, отключили сеть. Ребенку не передаются никакие радиоволны, когда телефон находится рядом с ней. При этом телефон долго очень разряжается, потому что он как раз-таки в авиарежиме, и очень крутая для нас штука, то есть очень надо редко его заряжать. Ты не используешь свой телефон в этот момент, потому что иногда мамочки кладут свой телефон, и, например, на прогулке они бы что-то в телефоне тоже поделали сами, но у них там телефон лежит, исполняет роль белого шума. И мягко-плавно переходим к тоже необходимой вещи. Мне кажется, сейчас большинство согласится, что это стол для пеленания. Конечно, можно приспособиться каким-то образом менять подгузник и пеленать, переодевать малыша на кровати, на диване, да хоть где это можно делать, но рано или поздно, скорее всего, ваша спина скажет вам «до свидания», потому что, конечно, когда ты с прямой спиной, стоя и не наклоняясь, можешь совершить все эти процедуры, это намного удобнее, намного безопаснее, особенно после родов, когда у мамы и так непонятно, куда там позвоночник уходит, заходит. Осанка никакая. Вот еще больше становиться вот этим знаком вопроса нам точно не надо. Поэтому очень удобная вещь. Пеленальный стол, даже я бы сказала пеленальный комод, потому что у нас, например, с Евой был пеленальный именно стол, и это была немножко странная конструкция, потому что, да, там была большая платформа для того, чтобы ребенка расположить, то есть стол был сам большой, а вот полки были открытые внизу. И лично я такое не очень люблю, потому что это создает визуальный шум. То есть там не ящики, а полки. Это значит, что тебе придется там хранить что-то в открытом доступе. А это значит, что создается визуальный шум, вы понимаете, да? Поэтому у нас сейчас пеленальный комод, и, собственно, во всех ящиках мы разместили, конечно же, малышковые вещи. Кстати, очень интересно замечать, как изменилось время, вот буквально за эти 4 года, когда Ева была маленькой, мы закупались необходимыми вещами в ТЦ, тратили на эту кучу времени. Если где-то что-то в одном магазине не могли найти, нужно было ехать в другой. И как сейчас, все необходимое можно заказать просто по одному клику онлайн, и зачастую это делать даже можно дешевле. Например, на маркетплейсе Мегамаркет. Это площадка, где собраны товары от электронной и бытовой техники до продуктов питания, одежды и ювелирных украшений. Прямо сейчас на Мегамаркете действует повышенный кэшбэк для новых клиентов на товары для дома. Лично я пользуюсь своим пеленальным столом каждый день и нашла для вас подобный на Мегамаркете. Сейчас он со скидкой стоит 15 699 рублей, а также вы получите 5 809 бонусов. Полученными бонусами можно оплатить до 99% от стоимости следующего заказа. Если вы еще не зарегистрированы на Мегамаркете и до сих пор бегаете по магазинам, чтобы приобрести необходимые товары для дома, для детей, то скорее переходите по ссылке в описании. Я оставила там всю полезную нужную информацию и приобретайте товары намного быстрее и дешевле. Следующий девайс, который я уже упомянула, это стульчик для кормления, который у нас стоит на кухне, но несмотря на то, что Мира пока не сидит, мы все равно его используем. Все потому, что он раскладывается в лежачее положение, а значит может использоваться детишками с рождения, точнее используется родителями, чтобы положить туда детишек. Для нас это оказалось вообще чудо-вещь, потому что на кухне появилась локация у ребенка, и тебе не нужно как раз-таки таскать за собой этот кокон, то есть у нас все статично, стоит этот стульчик. В зоне кухни это означает то, что когда мы готовим, это очень часто происходит, очень часто мы едим на кухне, чтобы ребенка все время не держать на руках, пока ты готовишь, пока ты ешь, его можно положить в это прекрасное пространство. И, конечно, здорово, что вместе с тем, как растет малыш, растет и этот стульчик, потому что мы будем его уже использовать в сидячем положении, когда начнем прикорм, когда малышка сядет. Это вообще мне не верится, что она вырастет когда-то, при том, что у меня уже есть старший ребенок, и я как бы помню и вижу, как это происходит. Но сейчас кажется, что она всегда такой крошечкой останется. И знаете, что для нас оказалось ценным по опыту с Евой? Чтобы у стульчика была обязательно подножка, на которую ребенок сможет встать, чтобы дальше самому залезть на стул, чтобы не было так, что ты сажаешь ребенка, и он, по сути, становится беспомощным. И на этом стульчике у нас расположена такая дуга. Это дуга универсальная, взбивающая. Ее можно крепить хоть куда, хоть сверху кокона, хоть в коляске, хоть в автокресло. То есть у нее такое просто универсальное крепление, где хочешь, там закрепишь. И мы ее базово поставили на вот этот стульчик. И дуга эта точно прослужит до 3-4 месяцев, я думаю. Потом в это время уже ребеночку лучше переходить в большей части бодрствования на живот. И поэтому у нас следующий пункт, не знаю, можно ли это назвать девайсом, но мне кажется, это вообще необходимая вещь, когда у тебя ребенок появляется дома. Это коврик для ползания. И, конечно, коврик должен быть именно такой, чтобы от него было удобно отталкиваться, когда ребенок хочет ползать, когда он учится ползать. То есть это специальные такие нескользящие материалы, чтобы его можно было помыть, потому что когда вы будете водорствовать без подгузника, будет происходить всякое на этом ковре. И, к слову, у нас, например, этот коврик, который мы покупали еще с Евой сейчас, находится у нее в детской и выполняет роль просто зонирования пространства игрового для Евы. И это тоже очень удобно. То есть получается у нас уже больше 4 лет он используется. К теме ковриков также важный, как мне кажется, и такой полезный девайс, это коврики ортопедические. Это такие мини-квадратненькие коврики, бывают самых разных цветов, с разными поверхностями. Это необходимо, мне кажется, для деток, которые начинают только ходить. То есть уже тогда можно их использовать впервые, когда ребенок начинает вставать в опоры. Короче, для нас это была актуальная вещь с года, когда Ева пошла. И до сих пор это вообще всем полезно. И взрослым, и детям походить стопами по разным поверхностям, профилактика плоскостопия. Следующая необходимая вещь по нашему опыту – это башня помощника. И о ней вы часто спрашиваете. Это такая табуреточка, специальная подставочка, тире-ступенька для деток на кухне. Ну, особенно часто используется на кухне, потому что на кухне мама готовит, потому что ребенку хочется все уже видеть. И, собственно, это начинается где-то в год. То есть год плюс, я бы так сказала. И да, видео у меня называется «Девайс до года», но я не могла о нем не сказать, если честно. Конечно, может быть, у кого-то ребенок пойдет в 8 месяцев, и это будет ему уже актуально. В общем, суть этой башни помощника в том, что ребеночка ограничивает эта табуретка, это пространство со всех сторон. То есть он не упадет ни назад, ни вперед. Он может быть на высоте вместе с мамой. Это так хочется всем деткам видеть, что мама там режет, что она готовит. Он может поучаствовать. Чаще всего детям очень нравятся такие игрушки, как поварешка, ложка, лопаточка и так далее. Это тоже всегда интересно наблюдать, когда мамы дают всякие развивающие игрушки, там специальные для деток, а они с большим удовольствием выбирают просто поварешку, например, или венчик. У нас эта башня, башня помощника, мне так нравится это название, она выглядит у нас уже не супер презентабельно, но показатель того, что она использовалась по назначению очень активно. И используется, кстати, до сих пор. Близко к теме той дуги, о которой я говорила, да, дуга универсальная, которая везде крепится на стульчик, на автокресло, везде-везде. Такая же удобная штука, называется арка Монте-Сори, на которую можно повесить самые разные игрушки, которые только у вас есть. Для меня это суперудобная вещь, когда мира просто может полежать на кровати, примерно над пупком, то есть не над глазами, а над пупком в области животика. Я выставляю вот эту арку, и она может спокойно полежать, посмотреть. Но такая штука актуальна, как я уже до этого говорила, примерно до 3-4 месяцев. Дальше мы уже стимулируем ребенка больше проводить времени на животе, потому что у детей с рождения заложено желание двигаться, развиваться, дальше смотреть, больше видеть. И если их оставить вот в этом лежачем положении на спине, они рано или поздно захотят начать подтягиваться, чтобы больше увидеть. Но это не означает, что ребенок уже хочет сесть, и ему надо помочь сесть. Это означает, что ему надо перевернуть на живот и дать ему пространство в этой плоскости. И он начнет тогда органично развиваться, ползать по-пластунски, ползать на четвереньках. Но сейчас, например, в мире 2,5 месяца она еще очень долго на животе не может проводить время. То есть все бодрствование она на животе не проводит. Это скорее так у нас выложить на животик. И такую же роль выполняет, собственно, мобиль. Мобиль у нас над кроваткой, он у нас так стационарно просто закручен. И мне еще нравится, что он музыкальный. То есть у нас есть такие разные локации, разные зоны в квартире, где Мира тусуется во время бодрствования и успевает везде немножечко побыть. И, собственно, уже пора спать. Я поняла, что я вскользь сказала про мяч, про фитбол, но не раскрыла его все стороны полностью. Хочу пару слов о нем сказать, что для меня фитбол был незаменимой вещью вообще все периоды, начиная с беременности и, наверное, до месяцев 6 ребенка. То есть это довольно продолжительный срок. То есть вот для меня ощущение того, что так долго девайс может тебе прослужить, это сразу как бы плюс 100 в его копилочку, его пользы. Это значит, что я с большей вероятностью захочу его купить, чем какой-нибудь девайс, который месяц прослужит, и потом ребенок его перерастает. Вот фитбол это прям нужная вещь, как по мне, потому что во время беременности на нем очень полезно сидеть. На нем просто вот сидеть полезно для тазового дна, для в целом таза. То есть это не плоская поверхность, как стул, она такая более агрессивная, там все затекает. Сейчас, когда я уже родила, и мне хочется разгрузить периодически спину, как одно из упражнений, я на мяч просто ложусь спиной. То есть я делаю фактически мостик на нем и немножечко могу покачаться. Это такое расслабление спины, то есть просто я позволяю позвоночнику стекать в обе стороны. Копчиком в одну сторону и шейными позвонками в другую сторону. Но это невероятное чувство, на самом деле, каждая мама меня, мне кажется, поймет, которая носит много ребенка на руках, и вот эта вся зона очень забита. Ну и, конечно, потому что на фитболе можно малыша подержать, чуть-чуть покачать, дать ему необходимую тряску, и на фитболе можно малыша тренировать. Я выкладываю пеленочку на фитбол и выкладываю миру там на живот. Можно ее катать вперед-назад, вправо-налево. У нее напрягаются боковые мышцы пресса. Тренируется точно так же шея, точно так же тренируется спина. Можно даже просто в ютубе вбить, типа гипнастика для младенцев на фитболе. Вы найдете правильные упражнения, скорее всего, от какого-нибудь ортопеда или остеопата, или массажиста, и потрясающе это использовать в своей практике. Следующие два девайса, возможно, не больше для мамы, нежели, ну, то есть для родителей, нежели для ребенка, но, тем не менее, это видеоняня и молокоотсос. Видеоняня, понятное дело, потому что это связь с ребенком с рождения. Ты можешь спокойно уложить малыша и не думать, там, оспит он, кашляет ли он, прислушиваться к нему, ничего не надо, ты просто вот смотришь на картинку и потрясающе чувствуешь себя, потому что знаешь, что происходит с твоим ребенком. Ну и молокоотсос для меня тоже необходимая вещь, и не потому, что нужно просто сцеживаться в никуда. Я никогда не сцеживаюсь заранее, типа, там, банк молока не создаю, ну, как-то у меня, но это нет времени и особо даже не знаю, зачем создавать вот этот лишний спрос для груди, да, чтобы пришло еще больше молока. Я, конечно, понимаю, что от одного сцеживания ничего не будет, но прям сидеть и насцеживаться, делать этот банк, я не знаю. В общем, я сцеживаюсь в моменте. Вот я знаю, что, например, сегодня у меня запланировано, не ставлю ничего на утро, прям ранее, чтобы я успела спокойно сцедиться. Например, у меня в 11 утра маникюр. Я спокойно в 9 утра успею сцедиться и оставить молочка теплым. То есть я его даже не убираю в холодильник, ничего. Если в этот же день, через несколько часов, ребенок будет использовать это, точнее, другой родитель, например, или другой взрослый, использовать это молокой, кормить им ребеночка, то не надо никуда убирать в холод. Просто при комнатной температуре молоко остается на столе. И вот в таком формате меня молокоотсос очень выручает. Я использую электрический, электронный молокоотсос. То есть вручную ничего не делаю, там просто нажимается кнопочка. Сначала массируется грудь, чтобы молоко просто потихонечку начало выходить по капельке, чтобы грудь привыкла. И потом уже включается нужный режим. Я сцеживаю. Чаще всего 60 мл хватает вот так по уши. Один раз перекусить, я бы это сказала. И на самом деле на этом список мой заканчивается. Можно было бы сюда еще отнести увлажнитель, но для меня увлажнитель воздуха. Но для меня это девайс или гаджет, как лучше сказать, не только для детей. То есть я сама без увлажнителя не могу жить. У меня был довольно-таки проблемный нос раньше. Я не могла спать и жить без сосудосуживающих капель. Сейчас я от этого, слава богу, отошла. Уже как лет 8. Не использую никакие капли. И благо мой нос привык дышать самостоятельно. Но на меня очень влияет то, увлажненное ли пространство, в котором я сплю, в котором я нахожусь. Я действительно могу хуже спать или вообще не мочь уснуть, если в квартире не увлажненный воздух. Поэтому для меня это формат не только для ребенка сделать, но и в целом для нас, взрослых, это важно. Особенно, когда там дали отопление, то есть осенью, зимой, весной в нашем случае. Я еще написала небольшой списочек анти-девайсов, которые для меня, ну, типа такие под крестиком находятся, что это позиционирует иногда себя как девайс, да, там в интернете где-нибудь, как упрощение жизни родителям, но по факту это больше даже вреда приносит. Например, такая штука, как манеж. Опять же, надо понимать, сколько времени вы используете его. Если там цель вот на 5 минут ребенка надо оградить и что-то быстро сделать маме, другого варианта у нее нет, нет рядом помощников, нет ничего, да, другой возможности, это один момент. А другой момент, когда вот ставится этот манеж, и там ребенок все время тусуется, а ему, например, месяцев 7-6. И, как я уже говорила, да, до этого у ребенка заложена программа постоянно движения, постоянно чем дальше он может увидеть, тем лучше. То есть он все время тянется к тому, чтобы двигаться, двигаться, увидеть больше и так далее. Но если он огражден манежем, то, конечно же, такие дети не будут ползать, а они будут стремиться встать. А это для позвоночника и для неокрепших суставов намного хуже. Суть в том, что он встанет раньше своего заложенного срока, заложенного момента, когда ему нужно встать, не потому что он такой сверхразвитый вот ребенок-гений, а потому что просто ему не было пространства, чтобы ползти. И это большая разница. Я, конечно, не остеопат, не массажист, не ортопед и так далее, но у меня было очень много консультаций с такими специалистами, потому что как раз-таки меня всегда интересовал вопрос здоровья моих детей. Мы Еву показывали к остеопату не раз. И все, абсолютно все специалисты нам говорили об этом, что дайте просто ребенку свободу движения, вот этот же коврик, например, выкладывайте его на пол почаще, и больше ребенку ничего не надо. То есть все девайсы, они как бы больше для родителей. А если вы хотите развития планомерного и адекватного, которое заложено у ребенка изначально просто потому, что он ребенок, просто потому, что он родился, то не надо его ограждать постоянно. Но опять же я говорю, что те же самые манежи, они наверняка могут быть очень полезны в моменте, когда нет другой возможности прямо сейчас что-то сделать там маме, папе. И, наверное, вы слышали, что всякие ходунки и прыгунки, это все тоже не надо абсолютно. Я вот, к сожалению, выросла в ходунках. Опять же, я не скажу, что я имею очень сильные проблемы с позвоночником, если не считать тот момент, что у меня позвоночник идет сначала вот так, а потом рядышком продолжается. Да, может быть, оно оттуда имеет ноги, не знаю. Также любой специалист это объяснит именно тем, что ребенку еще рано так сильно вертикализироваться в этом возрасте. Но так как его поддерживают эти ходунки, прыгунки и вот это вот все, он, конечно, в этом находится, но это не его естественное положение тела. Он бы так долго не смог провести в таком положении, если бы вот не эти костыли, условно говоря. В нашем случае, кстати, я еще в антидевайс добавила в ванночку в итоге, прикиньте, но не потому, что это как-то вредно, а потому что нам это не понадобилось. То есть это та вещь, которую лично мы реально не использовали, потому что у нас большая ванна, и я купаю миру каждый день. У нас как будто, знаете, грудничковое плавание на дому вместе с мамой. Она намного больше кайфует, это намного интереснее и мне, и ей, если честно, чем просто вот в ванночку ребенка положить и что-то там поливать. Ну или вот так вот ее катать, и там типа, знаете, 10 сантиметров свободного пространства. При том, что эта ванночка у нас сохранилась еще с Евой, и Ева тоже совсем немножко ею воспользовалась. То есть мы ее пару раз так покупали, поняли, что нет. Сохранили на всякий случай в деревне, то есть она, прикиньте, 4 года ждала своего времени, чтобы сейчас мы ее заново привезли, и заново всего лишь один раз посадили туда миру, точнее положили. Я поняла, что я не буду ее пользоваться. И, скорее всего, мы ее не будем уже сохранять, надо ее просто кому-то отдать. Просто кто-то из родителей так боится взаимосвязи с младенцем, особенно в ванной, вдруг там он глотнет в воды, вдруг рука соскользнет. То есть родитель сам боится управлять малышом в большой ванне, что, конечно, проще положить младенца в ванночку, и он там точно зафиксирован, он точно там не утонет, вы ничего с ним не сделаете. Но мне лично не страшно купать миру. Я посмотрела несколько видео вот такого грудничкового плавания, когда именно родитель дома просто сам моет малыша, то есть моет и купает заодно. Это же тоже две разные процедуры. Наша цель не просто чистым ребенка держать, но еще и просто, чтобы он с водичкой познакомился, чтобы он побарахтался. И когда много воды, мир вообще кайфует. Особенно, когда я переворачиваю на живот. Хотя первое время мне тоже немножечко было страшновато, что голову она еще не держала. Она могла голову так опустить. Там на самом деле тоже рукой моей поддерживалось. То есть все было нормально. Сейчас для нас это вообще супер кайфовое времяпрепровождение по вечерам. Ну что, мой списочек подошел к концу. Мне очень интересно будет в комментариях почитать, что вы об этом думаете. Что, например, для вас вообще было топ-девайсом, который вы использовали долго и который вам облегчил жизнь. А что для вас, наоборот, было анти-девайсом. Конечно, в таком вопросе очень многое зависит просто от удобства. Вот, например, с Евой я использовала подушку для кормления. Пару раз. Поняла, что для меня это не такой уж девайс, чтобы он захламлял мое пространство. И не так часто я ее использую. И с Мира я уже ее не использовала и продала вообще довольно давно. Поэтому в этом вопросе нет такого универсального прям списка, который подойдет абсолютно всем родителям. Но я все равно надеюсь, что это видео было вам полезно. Дайте знать об этом в комментариях. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok